шалом друзья шалом я рад быть сегодня с вами и провести некоторое время делясь свидетельствами о нашей жизни и я хотел бы начать с того чтобы рассказать немного о себе меня зовут жан-карло или и как вы можете предположить по моему имени я итальянец а это моя жена кэтрин меня зовут кэтрин или я ирландка вот такая получается интересная смесь народов но у меня есть еще и еврейские корни о чем говорит моя фамилия илия то есть илияху по имени великого пророка или и мы рады возможности быть с вами сегодня поговорить немного и в первую очередь я бы хотел немного сказать о том как пришел к познанию господа ешо большую часть жизни я на самом деле был неверующим хотя вел правильный образ жизни рос в хорошей семье с твердыми моральными устоями но весьма слабы в аспектах веры моя семья уважала веру но не следовало практическим ее основам большую часть жизни я жил если можно так сказать сам по себе я знал что где-то там есть бог но был уверен что ему до моей жизни нет никакого дела равно как и мне не было никакого дела до его существования я был юристом довольно успешным работал в лондон-сити там где много банков где экономический район большинство моих клиентов это и были банки финансовые организации так что я был обеспеченным человеком мне жилось вполне неплохо но в возрасте 37 лет я столкнулся с кризисом в моих личных отношениях пришли проблемы с партнерами по работе и я искал ответы но не находил их и тут друг пригласил меня на собрание я не знал где она будет но оказалось в здании церкви я уже не бывал в церкви множество лет 10 12 14 лет я уже не помню наверное последний раз я был в церкви на каких-то похоронах или свадьбе у меня просто не было других причин посещать церковь но там я встретил группу людей поклоняющуюся богу они пели некоторые танцевали воздевали руки к небу и даже несмотря на то что я долгое время не был в церкви я приблизительно знал как там все должно происходить и то что я там увидел было весьма необычным я готов был устроить там скандал вы не должны себя так вести в церкви но при этом я видел что эти люди вполне открыты для всех даже для тех к кому я не был таковым я не помню что именно они пели и проповедовали тогда но это было о боге о любви и это очень коснулась меня ведь я никогда такого не слышал мне никто никогда не говорил о том что бог меня любит я был наслышан о том что бог намерен судить меня но о том что он меня любит и это настолько меня задело что я стал искать этого любящего бога месяц за месяцем я посещал разные церкви и группы порой совершенно не понимаю что там происходит не понимая их язык традиции ход литургии но то что там происходило это было так чуждо странно для меня но в конце концов кто-то кому я поделился своими проблемами сказал мне возможно тебе нужно покаяться в твоих грехах я ответил конечно же я хочу это сделать они мне посоветовали прочесть псалом 51 сказали это поможет а я их спросила где мне найти этот псалом они говорят ну так в библии я никогда не читал библию я думал моисей и и написал он принес ее я не знал что в ней содержится я не знал ничего новом завете совсем немного слышала иисусе и если бы меня тогда спросили почему еще умер на кресте я бы ответил не имею ни малейшего представления наверное плохие люди убили его и я купил библию пришел открыл ее начал читать и читать и читать я не мог ничего делать другого я не мог оставить эту книгу я был ею захвачен эта книга становилась по-настоящему живой было такое ощущение что не я ее читаю а она читает меня она обращалась непосредственно к моему сердцу моему сознанию моей душе и читая это слово я понимал что этот загадочный бог который являет свою любовь проявил себя в этом мире через ешуа ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякие верующие в него не погиб но имел жизнь вечную меня никто не подталкивал на это но однажды вечером когда я был один я сказал иисус ешуа если ты тот кто ты есть если ты как ты сам говорил сын божий возьми мою жизнь и с того самого момента все начало меняться очень и очень быстро вскоре за меня молились и я исполнился святым духом а через месяц я познакомился с этой молодой женщиной мы прониклись любовью друг к другу и поженились я продолжал работать юристом и но также был вовлечен массу христианской деятельности на все время не хватало из-за моей занятости но вот в один день я услышал призыв от господа оставь все сделай свободное место и я наполню его я поначалу весьма сомневался было ли это слово от бога и я сопротивлялся но вновь и вновь и вновь я слышал все тот же голос который все с той же настойчивостью говорил оставь все оставь все он никогда не говорил мне что делать но он говорил мне оставить все и мы с кэтрин обсуждали это молились об этом и в один из дней сказали давай так и сделаем и я вышел из бизнеса партнерство в котором состоял оставил всеслужение и просто освободил свое время я принялся ждать от бога ответа что делать проходили месяц за месяцем около 18 месяцев ожидание прошло и никакого ответа ни слова с небес я прекратил работать в декабре 92 и в январе 93 я проснулся утром и сказал господи я сделал то что ты мне сказал сделать что сейчас у меня больше нет ни работы не специальности не денежных сбережений не пенсии не церкви не служение не связи что мне делать и ни единого слова в ответ я говорю в утешение потому как часто мы уверены что услышали слово от бога предпринимаем смелые шаги но затем ничего не происходит как евроам которому сказал бог оставь все оставь дом отца твоего и я покажу тебе куда идти или как ешо призвал учеников сказав следуй за мной он не говорил им я сделаю вас апостолами моими учениками вы пойдете по всему миру проповедую евангелие нет он просто сказал им оставьте все и следуйте за мной так часто господь просит нас просто следовать за ним быть ближе к нему и мы при этом не знаем куда мы идем что произойдет что будет дальше вообще мы абсолютно растерянны не знаю что делать и куда идти но тогда в январе 93 друзья с которыми мы даже не были особо близки приглашают нас поехать в швейцарию послужить там и в сша послужить там и с тех пор вот уже на протяжении 24 лет я и кэти путешествуем без остановки бог приводил нас в отдаленные районы сибири на гималайские горы нам доводилось служить мусульманских странах и трудных странах таких как пакистан шри-ланка индия бирма таиланд вьетнам малайзия индонезия восточная африка южная америка северная америка по всей европе и кто бы мне мог сказать в те дни что я буду проповедовать в аргентинской тюрьме или проповедовать бывшим каннибалам которые раньше ели людей в танзании или проповедовать в сибири в отдаленных ее частях или джунглях барнео в те дни если бы мне так сказали я бы сказал это глупости как такое может быть но это произошло и и мы с хитрин все это время путешествуем в тех местах где мы можем проповедовать благую весть неверующим помогая по местным церквам которые в гонениях или изоляции возрастать в любви божьей то что нас мотивировало на это все время это любовь божья 37 лет назад я искал божью любовь и вот я нашел ее и нашел любящего бога который любит меня не потому что я особенный не потому что есть какая-либо причина а просто так он любит меня потому что бог есть любовь кэтрин хочешь ли ты поделиться своей историей но моя история в том что я из такой семьи которая постоянно ходила в церковь но при этом я совершенно не осознавала того что еще умер за меня однажды было молитвенное собрание и кто-то пригласил меня туда и там я впервые услышала что ешо умер за меня на кресте и даже если бы я была единственной грешницей он все равно умер бы за меня и это коснулось моего сердца я решила разобраться в том кто этот ешо и затем я попросила его войти в мое сердце изменить мою жизнь исправить мои пути и он это сделал очень быстро мои друзья изменились вся моя жизнь изменилась он стал центром моей жизни когда пришел в нее и стал ею управлять я стала совсем другим человеком у меня изменился круг друзей и интересы и я очень люблю то что бог делает в наших жизнях и эти путешествия по всему миру разные языки и разные жизненные ситуации но все это объединяет одно эти люди так нуждаются в любви в отце это то чем мы бы хотели вдохновить каждого чтобы они знали что они любимы и нужны вне зависимости от того в какой ситуации находятся надежда есть всегда и это суть нашего послания где мы мы не были бог есть бог взаимоотношений всегда являющая свою любовь возможно одни из наиболее сильных стихов во всей библии это 1 иоанна 4 глава 16 стих где иоанн пишет бог есть любовь это очень сильное утверждение и я верю что это означает что природа бога сердце бога то что в его мыслях то что исходит от бога это любовь чистая любовь люди по всему миру имеют более менее похожие нужды они ищут процветания мира хорошего будущего для своих детей жить в безопасном месте но главное людям необходимо быть любимыми это сильная жажда быть любимым я верю мы верим что все человечество потеряла взаимоотношения из-за грехопадения и бог все это время искал пути и мы знаем что он нашел величайший путь через ишо величайшее явление божьей любви для восстановления этих взаимоотношений настолько сильно он возлюбил в сердце своем и это то что мы делали все эти годы и вот бог привел нас в израиль откуда и мои предки мы любим эту землю и этих людей и мы верим также что израиль это великое явление любви божией и это замечательно быть здесь и видеть что мы живем во времена воплощения пророчеств это не просто место или страна это постоянное исполнение всех тех пророчеств что бог нам дал всех обещаний что бог дал нам возможно это наиболее впечатляющее место на земле из-за этого потому что мы видим как все воплощается прямо перед нашими глазами мы с кетерин приезжали в израиль 25 лет 23 года назад поправляет кетерин и за это время мы видим как все менялось что бог творит тут что бог готовит для этой замечательной страны и для всего мира как говорит ешо спасение от иудеев спасение приходит отсюда послание любви мира приходит отсюда и распространяется по всему миру и это послание любви такое отличное от человеческой любви и от той любви что мы ищем один от другого это та любовь что только он может дать и только эта любовь может удовлетворить глубочайшие нужды и мы обнаружили что и те люди что живут в отдаленных районах африки и в джунглях барнео или на гималайских горах или в аргентинской тюрьме они все ощущают нехватку одного и того же нехватку любви они нуждаются в том чтобы быть любимыми иногда они ведут себя плохо иногда совершают неправильные поступки иногда они живут противостояние из-за того что не знают как принимать любовь они не знают потому что скорее всего никогда и не были на самом деле любимы даже самая сильная любовь какую мы можем иметь друг к другу совершенная любовь какую я люблю мою жену братская любовь родительская любовь любовь всей семьи даже любой в общинах церквах служениях которые вовлечены даже она не удовлетворяет полностью не достигает самых глубин сердца глубинных нужд и только любовь бога может это сделать конечно об этом можно много говорить как и о том как божья любовь проявляется о том что он сделал какой эффект это производит в наших сердцах еще один сильный стих из библии в послании к римлянам пятой главе пятом стихе где павел говорит что надежда не постыжает потому что любовь божья излилась в сердца наши духом святым данным нам это поразительное утверждение бог изливает свою любовь наши сердца не простую любовь не человеческую любовь а его любовь он изливает в сердца и постоянно делает это постоянно изливает свою любовь и мы принимаем любовь через святой дух который дает там ее я иногда задаюсь вопросом почему бог заповедовал нам любить его но если сам бог есть любовь то почему неужели бог там на небесах сидит и говорит ах никто меня не любит надо заповедать этим людям которых я сотворил моим детям любить меня и я задумался да повеление любить бога весьма сильное возлюби господа бога твоего всем сердцем твоему всей душой твоей всем разумением твоим всей силой твоей всеми средствами твоими это безусловное подчинение богу нашей любви всей души всего разумения ради чего разве богу это нужно конечно же нет он и есть источник любви даже в том же самом месте писания первом иоанне 4 главе иоанн говорит о том что мы любим и он прежде возлюбил нас первом иоанна 4 19 там говорится будем любить его потому что он прежде возлюбил нас то есть он тот кто проявил инициативу знаете что я бы хотел рассказать вам историю из своей жизни когда я был еще маленьким ребенком и вот наступил день день рождения моей мамы и я хотел купить ей подарок моей маме конечно моя мама знала это и у меня не было денег мне было тогда 10 или 11 лет мне вообще не было денег и я помню когда я пошел уже спать моя мама положила мне в карман штанов немного денег так чтобы когда утром я встал и нашел их сказал бы вау это же деньги и смог бы купить подарок и подарить моей маме на день рождения она конечно сделала вид что удивлена обняла меня и поцеловала сказала о спасибо дорогой может быть ей и не особо понравилось то что я подарил может она и не особо и было нужно но это были ее деньги и я использовал их для того чтобы купить ей подарок она могла и сама их потратить но она так поступила чтобы я получил свою награду объятие и поцелуй так что бог заповедал нам любить его как еще сказал в иоанна 14 главе если меня любите заповеди мои соблюдете всякий кто любит меня заповеди мои соблюдает и мой отец будет любить его и я буду любить его и оба приводим с ним то есть бог берет на себя инициативу любить нас и мы знаем что говорит иоанна 3 16 бог так возлюбил этот мир что отдал сына своего единородного он любит нас так сильно что отдает нам самую драгоценную личность что у него есть он отдает самого себя как сказано стало слово плотью бог сам стал человеком в личности и шо и отдал себя нам разве говорится в том стихе что бог отдал нам прощение искупление спасения нет там говорится что он отдал нас за нас личность того с кем мы можем взаимодействовать строить взаимоотношения и через эту личность он нам дает святой дух дух который обитает внутри сердец и через святой дух как говорится в римлянам 5 5 он изливает свою любовь внутрь сердца его любовь и когда мы наполнены его любовью мы начинаем тоже любить его и тем исполняем заповедь и он вознаграждает нас своим присутствием он приходит и обитает вместе с нами представьте каков наш бог которому мы служим он берет на себя инициативу он отдает сына своего через которого дает дух свой через которого изливает свою любовь так что мы можем любить его в ответ и быть награжденными его присутствием это пожалуй наиболее поражающий аспект любви божий он всегда 1 выходит с инициативой даровать нам нечто и он постоянно дает нам нечто а мы принимаем эту любовь и все что от нас требуется это очень просто где бы то ни было где бы то ни было во всем мире люди жаждут этой любви мы приносим взамен ему ожесточенные сердца закрытые сердца возможно раненые возможно исполненные страхом может без какого-либо доверия может быть мы уже начинаем думать что бог не будет нас любить такими какие мы есть возможно думаем что мы уже очень плохие настолько плохие творящие ужасные дела что невозможно представить себе как божья любовь изольется на нас но если мы верим слову что бог так возлюбил мир мир весь мир все человечество не потому что мы хороши не потому что мы красивые или симпатичны или потому что мы святы или мы особенные да мы особенные в его глазах каждый является очень особенным но его любовь дана всем без каких-либо условий без заслуг или причин мы можем любить я могу прекрасную жену которую бог дал мне потому что я хочу чтобы она провела всю свою жизнь со мною я помню когда только влюбился то подумал вот это девушка мне я хочу прожить с ней всю жизнь я хочу разделить с ней все что есть у меня и я бы хотел чтобы она разделила жизнь со мной это мотивация но бог любит нас безо всяких мотивации без причины он просто изливает любовь свою на нас если вы жаждете ее если вы ищете ее что вы делаете просто обратитесь к нему господь я не знаю как это работает как это все устроено но я хочу такую любовь просто излей свою любовь мое сердце как говорит слово твое я верю что бог доволен когда мы напоминаем ему его слова говорим это твое обещание это то что ты сказал то что ты говорил нам то что ты нам дал это в твоем слове даруй мне твою любовь и зреет твою любовь мое сердце ту любовь которую я не могу получить возможно от моих родителей которую я не могу дать моей семье которую мне не могут дать мои братья сестры супруга дети мое общение моя церковь община мое собрание не может дать мне но ты можешь дать и когда мы получаем эту любовь она течет мы не можем удержать ее любовь божья так велика наши маленькие сердца не способны ее удержать и она течет течет как река и она омывает очищает вымывает весь тот мусор который в нас собрался страх отверженность одиночество все то что не должно быть там а она там находится и она уносит это божья любовь исцеляет наши сердца она способна исцелять разум дух и душу и когда мы ее принимаем мы отдаем ее и дальше и мы будем удивлены как мы можем любить других возвращаясь к тому вечеру когда меня пригласили на собрание когда я сказал в церкви а там были эти люди танцующие поющие прославляющие бога проповедующие о том что бог есть любовь а я был так удивлен слышать все это но тогда что-то со мной произошло потому что в то время я могу вам сказать я был довольно упорным и гордым молодым человеком потому как я был весьма успешным и зарабатывал довольно хорошие деньги я имел даже международное признание в своей профессии и дела шли очень хорошо я был уверен что могу делать все что хочу быть превыше всех и естественно у меня не было любви никому кроме самого себе я был настолько эгоистичным самовлюбленным но когда я ощутил эту любовь исходящую ко мне я стал искать источник этой любви она победила меня что-то стало происходить своим отношением к миру я стал проявлять больше сострадания и доброты больше терпимости и толерантности эти гордыня и упрямство которые были настоящей бедой отступили исчезли это было давным-давно более 37 лет назад и бог не закончил работать со мной или тетрин он продолжает работу во всех нас пока мы продолжаем смиряться пред его любовью она будет течь течь и течь и меняет нас трансформировать нас вы ищите смысл в жизни и говорите что хотите достигнуть того или этого но на самом деле есть лишь один смысл единственная цель в жизни быть как еще уподобляться ему становиться такими как он вот цель для нашей жизни если вы готовы двигаться в этом направлении вы подчинитесь любви божьей и любовь божия зальется в наши сердца приводя нас все ближе и ближе и ближе и нашему господу я был рад возможности говорить с вами поделиться словом и я надеюсь и молюсь что это было полезным для вас и мы будем рады встретиться с вами вновь тут на этом канале и поделиться с вами вновь тем посланием что дает дух божий да благословит господь вас сегодня и в каждом дне благословений божих миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv